Привет, друзья! Это видео про плюсы Португалии. Вы, наверное, уже видели видео про минусы Португалии, а это видео я решил записать специально для всех, кто задавал вопрос, так что же я здесь делаю, почему я остался, и вообще, есть ли эти плюсы в Португалии, если я столько много в прошлом видео сказал негативного. Первое, что я хочу сказать для всех людей, которые смотрят это видео и смотрели предыдущее видео, что ваш опыт жизни, он определяется интенсивностью и объемом. Что это значит? Что если вы сидите за компьютером или же, не знаю, убираете у кого-то в квартире, ездите на метро, ходите в один и тот же магазин, то ваш опыт плюсов и минусов в жизни будет определенным, например, там, x5. Но если же у вас своя компания, или же вы собственнее какого-то проекта, строительной компании и много еще чего, то ваш опыт, он будет абсолютно иным. Соответственно, это уже не x5, а это уже x500. Чем больше коммуникаций у вас в жизни за один промежуток времени, тем больше у вас опыта, соответственно, и тем больше у вас есть возможностей сложить картинку по плюсам, минусам о той или иной ситуации, стране или еще что-то. Следующее, что я хочу сказать, в каждой европейской стране есть плюсы и минусы. Во всех вещах на свете нет ничего идеального, есть свои плюсы и свои минусы. И именно вы на своем собственном опыте определяете для себя, с какими плюсами и минусами вы готовы мириться, и что для вас является гармонией. Но это именно ваша задача. Первый основной плюс. Да, я первый раз приехал в Португалию. Меня обворожила какая-то некая атмосфера, то есть некое какое-то состояние, что когда ты выходишь с трапа самолета, ты прямо дышишь, и какое-то в пространстве, в пространстве этой страны витает какая-то свобода и какая-то легкость. То есть тут по-другому дышится, как будто бы теплее, лучше. Это лично мое. И когда я приезжал сюда с 2015 года, в 2016, в 2017, каждый раз я приезжал и получал это подтверждение. Я приезжал сюда не для того, чтобы устроиться на работу. Я не уезжал, потому что в Украине плохо. И, внимание, это видео, как и предыдущее, не в сравнении с Украиной. Следующий огромный плюс, но этот плюс не просто про эту страну и не об этой стране, это мой учитель, это Муджи. Это плюс для всего мира. Те, кто следуют, слушают и понимают, и вникают, практикуют его учения, для тех это образуется в жизни плюс. Свои плюсы я обустраиваю вокруг себя вне зависимости от того, в какой я стране живу. То есть, соответственно, плюсы, они у нас внутри. То есть плюсы это то, что мы делаем для других людей. Плюсы это то, как комфортно я обустроил свою жизнь. Плюсы это то, куда я возвращаюсь домой, элементарно квартира. Как она обустроена, убрана, чисто. Плюсы это то, как я питаюсь. Плюсы то, как я просыпаюсь. Плюсы то, с кем я общаюсь. Это то есть, окружить себя людьми теми, с которыми тебе комфортно, хорошо и еще и полезно. Соответственно, огромный плюс, это когда ты находишься рядом с учителем. И рядом с этим учителем есть огромное сообщество, комьюнити его учеников, с которыми нам очень круто и очень комфортно. Следующим огромным плюсом является, естественно, погода. Солнечная погода. Есть отрицательные моменты, это сырость, холод вечером, ветер сильный дует и океан холодный. Я говорю глобально. Общий климат страны, он довольно-таки классный. То есть тут нет морозов каких-то сумасшедших. И в принципе, я не замерзал ни разу и не чувствую в себе, что у тебя как-то тело от мороза скручивает. Следующим огромным плюсом для меня, для моей семьи является еда. Но, внимание, пожалуйста, что я хочу сказать про еду. Та корзина тех продуктов, которые я покупаю тут в магазине и моя семья в Украине мне обходилась раза в три дороже. Сыры определенные, рыба свежая или еще что-то. Там, например, какая-то колбаса, какие-то такие вещи, типа, знаете, как итальянские, как это модно, европейские продукты здесь реально дешевле. Свежесть отношения к продуктам здесь тоже очень крутое. И еда, еще это еда в ресторанах. Да, грязные столы, липнут локти, все понятно, но порции, всегда свежая еда, огроменные порции. Иногда мы просто берем салочкой одну порцию на двоих и плюс салат. Почему? Потому что невозможно съесть этот килограммовый какой-то стейк или, не знаю, целые две рыбы приносят на одну порцию два сибаса. Еще и картошки, овощей, еще чего-то. Кто-то говорит, что здесь невкусно. Здесь есть места невкусные. Вот есть, как и везде. Но здесь есть очень много вкусных мест, где очень классно можно поесть. Особенно, если ездить по районам Алинтежо, там, Волгарвы, смесь, все Тубол, морепродукты, там, классно поесть. Вольверку, там, мясные всякие разные штуки. Очень-очень классно. В начале июля, в первой неделе июля, я проведу бесплатно мастер-класс, живой мастер-класс возле машины по тому, как самостоятельно осмотреть машину перед покупкой. Сэкономить себе кучу денег, не купить автохлам. Конечно же, вы не станете автоэкспертом за один раз, но я почти уверен, что вы станете, ну, x5, x10 круче, чем вы были до этого мастер-класса в плане подбора, покупки машины. Поэтому, подписывайтесь на мой инстаграм в описании к этому видео. В этом инстаграме я буду анонсировать дату, время, место и все-все-все по поводу этого мастер-класса. Мастер-класс будет абсолютно бесплатным, а если захотите задонатить, то я дам счет фонда в Украине, корпорация Монстр, в котором я доверяю. Еще есть один классный план и классная идея, которую я обязательно реализую, поэтому подписывайтесь на мою личную страницу в Facebook Артур Васильев в описании к видео. Я хочу сделать очень крутую вещь, такую, как коучинг для тех, кто хочет стартануть свой проект, свой бизнес какой-то, да, даже маленький или ремесло. И если вот, например, вот как я приехал сюда и за 10 месяцев у меня получилось реализовать свой проект и очень успешно работать. То есть, у меня есть просто знания в маркетинге, в построении команды, в бизнес-процессах. Я не крутой чувак, какой-то не мультимиллионер, то есть, да, не супераналитик, но я практик. У меня есть в Украине команда Carpoint и проект Carpoint. У меня здесь есть проект Car Agency, есть рекламная команда, и я знаю, как самому с нуля начинать свои проекты. Поэтому, если вы захотите, тоже сможете прийти на какую-то встречу, мы там соберемся и разберем идеи людей и сделаем сообщество тоже людей, которые хотят заняться чем-то. Или же, например, у вас какое-то уже что-то вы делаете, но вы хотите как-то развиться и не знаете, что нужно делать, чтобы развиться. Мероприятие будет тоже бесплатным, просто социальная польза для этого общества, в котором я живу. Следующее, что мне очень сильно нравится, и здесь внимание, чтобы у вас не было конфликта с предыдущим видео, это люди. Люди. Да, все минусы, которые были в прошлом видео сказаны, они актуальны про людей здесь. Но везде есть две стороны медали. И здесь точно так же есть потрясающие люди, добрые, которые стараются быть хорошими, от которых ты не ждешь какого-то китка или еще чего-то. Основная черта здесь у ребят, у людей здесь это хорошесть, то есть быть хорошим, да, то есть у них здесь воспитывают их быть хорошими, здесь не принято драться, агрессировать. По поводу культа детей, в любых учреждениях, в их государственных, в магазинах, еще везде, на игровых площадках, везде для детей все, улыбаются, пропускают, играются, линда-линда, принцесса-принцесса, когда здесь, здесь, да, я ощутил легкость, то есть я когда иду ночью, я не чувствую, что кто-то может там подойти тебя там и ограбить или еще что-то такое, ну то есть я здесь такого вообще не чувствую, опять-таки, в прошлом видео мне говорили, в каких районах ты шаришься, я жил в парке нации, сейчас живу на Капарике, на Кошта-Капарике, на центральной улице и живу в нормальных районах, может быть поэтому у меня и нет, а в неблагополучные районы я ночью не хожу с барсеткой через плечо, поэтому как бы все ок, и люди здесь нормальные, глобальные, в общий срез глобальные, очень много неблагополучных районов, но глобально даже в этом неблагополучном районе мы ездили по работе, смотрели там машины, потому что я подбором занимаюсь, если кто не знает, в Лиссабоне, смотрели машины у очень ребят стрёмных, но при этом, при всем есть какая-то вот барьер какой-то есть, где человек этот барьер, если его не провоцировать, как-то очень, ну, наверное, стрёмно провоцировать, надо агрессивно, да, очень активно, этот барьер человек не переходит, поэтому ты можешь абсолютно спокойно идти в самый неблагополучный район, и ты пройдешь через него, если ты никого не будешь провоцировать, вот, опять-таки, во Франции, у нас был Евротур в 2007 году, и мы из метро пешком дошли в отель в центре города, и выбежал с такими глазами с ресепшена, чувак говорит, как, вы что сюда пешком пришли через эту улицу, для тех, кто рассказывает в комментариях, что я истории придумываю, это мой опыт, у меня обширный опыт, поэтому мне есть какие истории рассказать, вы что сюда прошли через эту улицу, и мы такие, ну, в чем проблема вообще, да не, у нас там на прошлой неделе девочка не дошла сюда ни с багажом, с цепочкой, без документов, без кошелька, я говорю, а в чем прикол, ну, типа, это же, там же черные, это улица черных, тут нельзя ходить пешком, мы все спокойно прошли, ну, и черные все стоят, ну, и что, мы тоже черные, что не понятно, что ли, вот. Следующее, по поводу простоты ведения бизнеса, здесь очень много людей говорят на английском языке, соответственно, если у вас нет португальского, если у вас голова на плечах, то вы в любом случае бизнес свой сделаете здесь, я нанял переводчика на сдельную, да, условие, или прошу ребят, с которыми работаю, и они мне помогают переводить, все получается, все, что необходимо, если бы я говорил по-продугальски, я был бы суперкрутым, наверное, самым лучшим подборщиком, кого не видели бы вообще здесь, скромность, моя вторая, при этом, при этом, все равно получается работать, то есть, я знаю ребят, которые строят, делают ремонты, и даже не зная языка, поэтому язык, английский здесь очень классный, на классном уровне у большого количества людей. Плюсы. Простота регистрации различных, хотя, да, огромная бюрократия, очень много всякой ерунды, но квартиру зарегистрировать не вопрос, машину зарегистрировать не вопрос, резиденцию, всякие учеты получить не вопрос, просто нужно соблюсти определенную систему и иметь терпение. Довольно-таки просто все делается, не в номер получить, довольно-таки просто по сравнению с другими странами европейскими. Например, в Сингапуре, когда я приехал и хотел открыть банковский счет, мне сказали, чувак, украниано, давай, до свидания. А здесь, все-таки, как-никак, получилось открыть спокойно счет еще в 2016 году, даже без резиденции. То есть, значит, это о чем говорит, что система здесь работает более лояльно, более адекватно и, честно скажу, мне тут это нравится. Мне еще нравится, что здесь есть минимальная налоговая ставка. Если кто-то что-то не понимает, то вам к бухгалтеру это видео не про налогообложение в Португалии. Еще большим плюсом является достаточно большое количество детских площадок. Детские площадки, они есть практически в любом городе, практически в любом районе и это как бы есть куда жене с ребенком пойти и просто погулять в какие-то парки и так далее. И плавно перетекаем к паркам и природе. Для меня лично португальская природа она очень классная, как и для моей семьи. Что это значит? Это значит, здесь есть и океан, и озера, и термальные источники, и горы, и холмы, и леса, и пески, и дюны, и в принципе у тебя есть разнообразие ландшафта, и ты можешь путешествовать внутри страны. Что мне еще очень сильно нравится? Мне нравится Лиссабон. Я люблю большие города. Соответственно, Лиссабон, он такой мультикультурный, мультинациональный, и он большой. То есть, там ты просто растворяешься, и для тебя этот город как будто родной. Честно скажу, я переехал сюда, это как будто бы, не знаю, мой второй дом. Я вообще не ощущаю, что я куда-то переезжал, если честно. Единственное, чуваки на другом языке говорят, да и все. Зато английский подтянул. Мне очень здесь еще нравится, это то, что здесь есть действительно большое комьюнити русскоязычных украинцев, и вообще, то есть наших. И тут можно взаимодействовать с людьми, как будто мир в мире, такой, знаете, страна в стране. И в принципе там очень много тоже хороших людей, отзывчивых там, которые очень сильно помогали. Каждого из вас я благодарю в своем сознании, и всегда это благодарность идет вам. Поэтому здесь есть очень много людей, которые реально поддерживают, помогают, направляют или еще что-то. В принципе, в принципе, какие-то минусы, они уже, они растворяются по сравнению с этими плюсами. Поэтому, соответственно, мы здесь остаемся. Это о чем я говорю? Окружать людей и окружать себя хорошим. Это наша задача в этой реализации, в этой жизни. То есть, если ты хочешь жить хорошо, то вокруг тебя должно быть хорошо. А для того, чтобы вокруг тебя было лучше, то ты должен производить больше лучшего. И чем больше вокруг у людей будет лучше, соответственно, и у тебя будет лучше. Когда ты открываешь глаза и ты смотришь на свалку мусорную, это настроение не очень, и нельзя это назвать позитивной жизнью. Но если ты организовал так, что вы все собрались и поубирали перед окнами, то просыпаясь утром, у тебя настроение лучше. Поэтому здесь, в Португалии, я буду делать вокруг себя мир и жизнь лучше, как для себя, так и для моих знакомых и людей, которые меня окружают. С вами был Артур Васильев. Оставайтесь, не переключайтесь, подписывайтесь, приходите на встречи. Ну и добра, мира и добра вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok